Hyundai спешит до конца года вывести новую Elantra, при том машины калининградской сборки начнут отгружать дилерам всего через неделю-другую. Вот только офис бренда решил выдержать паузу, опубликовав не цены, а лишь название комплектаций. Так верхнюю строчку займет Anniversary, то есть специальный тираж, посвященный 30-летнему юбилею модели. И скорее всего ему достанется не только богатое оснащение, но и фирменный декор. О том, что роль младшего мотора сохранит атмосферник 1.6, а на ступеньку выше встанет двухлитровый двигатель, было известно давно. Но только теперь объявлено, что механической коробки ни для того, ни для другого не будет. Напомним, что новая Elantra сохранила формат классического седана, но обрела динамичный силуэт, примерив образ фастбека. В дизайне ставка сделана на множество острых граней, а самый эффектный момент – лезвие выштамповок, сходящееся на боковине. Со сменой поколений седан стал длиннее, шире и ниже. Колесную базу растянули на пару сантиметров, вдобавок нарастив задний свес. А еще мы знаем, что дорожный просвет нашей версии – достаточное 150 миллиметров. Корейцы не стали намекать на ценники новой Elantra, а вот Mazda, анонсируя премьеру кроссовера CX-30, поступила честнее. Японцы заявили не только название комплектаций, но и стоимость самой, по их мнению, востребованной. Так, в средней версии Active за 1 миллион 869 тысяч рублей будут подогрев передних сидений, продвинутая медиасистема, плюс датчики дождя и света. И это не считая круиз и климат-контроля. Старт продаж назначен на 15 января. Единственный мотор – двухлитровый атмосферник на 150 сил. В базовой версии ему ассистируют механическая коробка передач и передний привод. Но за доплату доступен шестидиапазонный автомат, с которым вдобавок возможен привод 4х4. К слову, с этим же мотором на рынке представлен более крупный кроссовер CX-5. В аналогичной комплектации он сейчас стоит чуть больше 2 миллионов рублей. А значит, базовый CX-30 должен стоить плюс-минус миллион шестьсот. Такие ценники дают определенный шанс на рыночный успех. Ведь родственная новичку Mazda 3 только что покинула рынок из-за слишком задранной верх цены. Но тридцатка локализованного в Владивостоке, а местная прописка дает определенные преференции.